я давайте поехали дальше говорить не будем так привет татьяна в комсомольской нам будет раз у тебя николай вам тоже здоровье статью наталья доброго времени вам доброго времени татьяне языковой доброго вечера арсена тоже привет борис соловьев всем добра и света бутира в опять на месте как бы раз пропустил свиньем всем привет между на здравствуйте артем семенченко здравия благо всем привет землях далеко пойдешь артем семенченко по мотивам моих рассказов моих работ сделал прекрасную статью великолепно ему 20 лет им бог послал это хотя он вроде бы художник хотя вроде бы из другого мира нет на всех окажется артем только по другую сторону границы живет жалко и вот я москва печататься надо брать и пользу надо приносить россии потому что исправить положение на украине невозможно они прошли потом уже тупиковому пути вот тоже тупиковый путь как у нас это муж какой-то как там любит колечи деревья бог ты мой но если где-то это пользу приносит промышленность удовольствием того стальщика только один вред ну семенченко сделал материал забродный отправил всем дать этот мой брат знает эту это издание уже получил от лук как он получил от лук мы печатаем только постоянных а на самом деле я представляю приходит к ним кстати а там все наоборот этого нельзя этого нельзя это не за теми за на чертем на же такие статьи там где можно можно вот писать и под этим делом рекламу делать товару которую колечь замазывает колечь опрыскивает уже первое уже первая неудача не допустит руки нет сказал есть еще другие издания может тонкий напечатать дальше так дальше 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 лобасов привет смоленской так теперь лобасов спрашивать выключились на хасанского сериа которые подряд наблюдаются курчалость на хасанского листья сажен что третий год посажен холм корневая незаглублена очень больше пища на так как вода не стоит быстро уходит землю что может предприятие доставить по повзрослев дерево хребет и все пройдет теперь уже дорогое на нет от нас ничего не зависит во первых дерево пересажено значит искалечено все но уже больно что мы еще знаем если вы живете в смоленской области да там теплее там можно его и не укрывать это здорово но дело в том что они настолько капризно именно персики очень капризно очень-очень-очень для них основа сломать и всем говорю все таки надо бы на месте врач начиная с курса секрет они обидно я считаю а потом можно так же как это мы делаем скучки вылезти у персика нам потом ветку срезал и привил на что на более надежно такой позвой сливу получил на тюрьму может даже на тюрьму слива где-то вон от может себя получше показать почему потому что межвидоприятие то плохо а ты хорошо здесь только метод тыкай кто-то должен эту работу проделать вот вы взяли леонид с вами давно фамилия ваша привлекалась да и вот только сделали первый шаг вот он еще жив саженец жив и ветки у них уже надо начинать с ним работу настоящую работу конечно не вы у меня сейчас доживает свой век сеянцы мусинского абрикоса они еще живы сейчас я так мертвых я жива я подходил к ним я вам показал фильм это самое морзостойкие в мире сеянцы в мире они должны переехать институт это работа нужна какая работа знаете фактически мы закончили разговор теперь я могу поговорить по конкретному вопросу вот я хочу сказать что такое самым растойким мире хватайте его его ценность тысячи раз больше сетут ветка стоит 200 рублей у меня допустим персиковая ветка чтобы сделать несколько привив то именно с этих деревьев которые скажут самые растойкие в мире сеянцы мусинского абрикоса она стоит не 200 рублей а две тысячи двадцать тысяч чтобы успеть вырывать пока они еще живы они все равно когда-то погибнут они скажем годом не развиваются а наоборот все хуже хуже у их век заканчивается моих этих сеянцев и нет продления нету есть продление у сергея но в этих самых как сказать наука параллельно ей она может это все тысячи кратно воспроизвести но не может и не хочет почему и денег у них нет и на ветку 200 рублей у них не найдется никогда и желание ехать сюда нет и выписать попуще ни один ученый уже после его олина не прошли годы десятки лет ни один не это не не может это повторить не может вот этот подвиг взять выписать несколько веток и начать с ними настоящую работу а то вот это самое 12-16 эти южная персики держат мороз дальше не держит наши ученые уже добились 26 28 мороз а что 30 мороза в россии не бывает это на них хана все работе а потом надо обязательно и его изувечить невозможно представить себе что если тимирязевка академия продает саженцы то почему вы калечите прежде чем продать скажите вот он саженец на нем еще нет ран но почему прежде чем продать тимирязицы вы берете их отрезаете эти самые ветки наносите ран а потом людям дышать и подаете объяснение нет кроме того что вы не ведаете вообще что творите сейчас я вам покажу не выдержу я узнать что сделал тут у меня есть кое-что извините друзья что я не успел до вас добраться вот он казахстан опережайте нас чётом говорить это все переживаю я не против и вы и другие товарищи смотрите сюда уже есть начало этих самых пинать 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 и закончу вот кстати та фотография которая говорю стоит только помните игрой я не нашел вовремя вот это моя фотография думаю в саду что тут непонятно зачем вот эти вот кто их называет живущими почему их надо отрезать эту природу предусмотрен допустим ладно я отперил а если бы она отсохла вот продолжение рода сейчас я найду эту фотографию вот она ёпт это позорище на всю планету я считаю если хоть что-то понимали братом это сайт и темирянской академии 3 лоботряса которые уже знали бы хоть тот из них бы железо бы изучил но в каком плане сейчас она это самое вот она вот их посадили сказали берете 5 литровый максимум 7-метровый горшок вставляете трехпятилетнее дерево и позируйте вот поворачиваем саженцы подлость несу свет на я люди будут думать что они выращены в горшке кто-то даже не ведая что творит позорит сайту самую помните выпускницы я вас позорил из-за дно вашу эту кто вас научил этой дури вот часть этой дури вот сейчас засыпет утрам будет и на рынок на верную смерть там обрубки корней обрубки корней там иначе не влезло бы пятилетнее дерево вот пятилетний горшок пяти лет этот пятилитровый горшок вот это современность наша и это не просто скрывать а показать всей стране понимая что взглядом мелькнуть подумают нам так и надо вот студентам мы научили вот они студенты наши умницы может быть даже с красным дипломом а им идти в жизни и мы потом что вы думаете они пойдут почему нас удобно хрен то пойдет туда работать диплом есть бумажка есть потом пристроиться в этой жизни что вы творите-то но как можно было этот позор выставить все стране но пока не скажешь это позор вот так и надо вот все жутко очень страшно надо заканчивать надо заканчивать заканчивать боже мой на такой грустной теме когда-то один анекдот приготовил его сейчас рассказать я его забыл расставаться надо друзья сегодня у меня плохое настроение я скажу хочу плохое пять дней назад я лег и встать не мог я не мог встать я лежал вся жизнь прошла перед глазами вот почему еще здесь силы почему меня ничего не болит я не могу подняться с кровати подошло время не подошло ничего не понимаю давление померил учить выше среднем сахар померил ну ладно как всегда 89 для меня я уже привык к этому сахар и это и работал целыми днями с таким сахар что еще по врачам бегать но это же издевательство бегать по врачам по нашим врачам после того когда была проведена оптимизация своей больницы кремлевские не закрыли наши закрыли сделали в частной клинике в абаканской за деньги за хорошие деньги застопали меня в грыжу как она называется паховые вот прошли годы вылезла другая застопали хорошо американская сеточка без боли без без издевательств частной клиниках хотя и называлась дорожная прошли годы вылезла вторая грыжа паховая а уже рука это мы вам сделаем да мы сделаем давайте мы вас усыпим нет я в помню зачем меня усыплять я так это самое потерплю помню что была хорошая операция удачная господи боже мой двадцать втором году или двадцать первых двадцать в нашем веке так экономить на боли обезболивающих коряк 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 я терпеливо я не орал испытывал страшную боль когда мне в это стопали мне в брюшину куда мы идем то ведь я же мог сознание потерять у меня могла сердце остановиться давайте мы вас усыпем они хотят сказать что она будет меня этим новокаином это обезболивать ведь риск был что не проснусь я перебираю в памяти свою жизнь сколько успел сделать прокукарякать успел но дождаться рассвета я не успел тогда я все вспомнил и сегодня еще вспомнил подгузники дети мальчикам нельзя памперсы нельзя узкие плотки нельзя ходить в трусах нельзя сейчас же медицин это не медицина как сейчас такая уже у нас что можно ребенка приучить что даже без нижних без трусов без нижних беля без исподнего как говорится можно ходить чистым научить подмываться каждый день каждое утро вот и это самое после каждого туалета подмываться вот это тоже надо и тогда можно ходить без трусов а значит становиться мужчиной я уже ладно взрослый черт с ним но детям-то подросткам-то не не вспомнил это самого фрейда никто не помнит сексуальность нарастает с каждым днем с каждым годом это не правда что только подростковой возрасте что этим надо заниматься постоянно воспитывать это уже физический труд для того чтобы мальчики не труд не то слово физические упражнения для того чтобы мальчики вырастали мужчинами чтобы у них преобладали именно мужские эти гормоны именно мужские железы над женскими женские тоже производит организм когда скопляли мальчиков мужчин у них таза вырастала грудь вспоминаем это конечно не пример хороший но зато это очень такой убедительный а вот каждым из нас живет и мужчина и женщина чтобы были мужики нам на стану защищать а кто об этом знает ни один не с одной трибуны не вякнул вот торгаши подгузниками памперсами победили победили страну победили этих это везде и всюду вот и не все а потом дети вырастают туповатыми я уже так образом туповатыми в них нет мужских гормонов а это значит что нет острого ума в америке уже 20 уже процентов этих лгбтшников когда-то гордо говорили не более двух-трех как это получилось они нас опередили они раньше одели детям эти удобно одел и пусть ходят по себя в эти подгузники хотя за голову хватается не обязательно иметь пятьдесят один процент чтобы новые порядки устанавливать потому что люди обижены чувствующие себя как их назвать чувствующие себя униженными второго сорта они берут власть в руки и устанавливать в свои порядки им плевать что погибнет и америка потому что защищать ее будет некому а только кажется что они в штанах у них в руках эти автоматы спецназ и проще разбегутся как тараканы будет настоящая война пасернарность не знаю такое слово от гумилёва пошло от льва вот пасернарность европа западной падает какой-нибудь мусульманин с ножом бегает и толпы людей от него шарахаются и некому встать и отобрать у него этот самый это только в фильмах показывают этих самых супер боевиков которые один толпу убивает не убивает а калечит и так далее а на деле что и мы туда же попали у нас запретили этих лгпт по крайней мере формально а завтра они все равно победят и все больше 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 ну выговорился я извините давайте прощаться до свидания друзья и простите меня за этот разговор вот это только потому что я почувствовал ну ошибся думал все хана а 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